Дорога длинная, дорога новая. Нам всё нравится. Волга рядом, лес рядом. Всё прекрасно. Как интернет изменил работу военных корреспондентов? В погоне за тем, чтобы оказаться первым, нужно держать в голове, что вот ещё есть у них такие ходы и такие ходы. Как стать умным подписчиком? Вкалывают роботы. Счастлив человек. Всем привет! В эфире Нью-Йорньюс, а в студии Максим Мартынов. 27 апреля в Москве на площадке МГУ имени Ломоносова стартовал шестой форум ректоров вузов Российской Федерации и Исламской Республики Иран. В мероприятии принял участие ректор Казанского федерального университета Ленар Сафин. В рамках форума был подписан ряд соглашений о сотрудничестве между Казанским университетом и ведущими вузами Исламской Республики Иран. Также был подписан второй меморандум, направленный на развитие международного сотрудничества в научно-образовательной сфере, который руководитель Казанского университета подписал совместно с президентом Технологического университета имени Шарифа Расулом Джалили. Помимо этого было подписано соглашение с университетом имени Алама Табатабаи об организации и проведении государственного тестирования по русскому языку как иностранному на территории Ирана. Накануне в столице Татарстана открылось движение по участку дублера Горьковского шоссе. В чем преимущество новой трассы? Расскажем в сюжете. Настоящая кампания по борьбе с автомобильными пробками развернулась в столице Республики Татарстан. Наконец, многочасовым пробкам на подъезде к городу пришел конец. Накануне открылось движение по первому участку дублера Горьковского шоссе. Четырехполосная трасса с велодорожкой длиной чуть более шести километров уже начинает разгружать дорожный трафик. Новый участок дороги пролегает от улицы Несмелого до Храма всех религий. Всего под строительство трассы было выкуплено свыше трехсот земельных участков. Доль дороги установлены шумозащитные экраны и высажены деревья. На протяжении всего отрезка трассы уже оборудованы автобусные остановки и пешеходные переходы. Ой, это просто прелесть. С удовольствием прямо прыгнуть, там и лес, и все там очень хорошо. Очень хорошо. Там была старая где, которая, ой, а вот здесь очень хорошо. До дома нам всего 10 километров. Я даже в пешком хожу до речного порта, до речного технику 5 километров. Ну как повлияло? Нас снесли, нам компенсировали. То есть мы опять купили участок в этом же месте, ну в другом СНТ. То есть нам место очень нравится. Дорога нам вообще для нас прекрасна. То есть нам все нравится. Волга рядом, лес рядом. Все прекрасно. Важно отметить, что сейчас в принципе достаточно активно строится и ремонтируется дорожное покрытие не только на подъездах к Казани, но и на территории города. Строительство дублера Горьковского шоссе реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». И это не единственный крупный объект. Чтобы облегчить въезд с противоположной восточной стороны Казани, планируется открытие дублера Мамадышского тракта. Вознесенский тракт, как и дублер Горьковского шоссе, будет выходить к федеральной трассе М7. Не останется без внимания и южный въезд. В этом направлении дорога особенно нагружена в дачный сезон, в том числе в районе села Сокуры. Для устранения этих неудобств принято решение строительства обходной дороги, которой изначально так и должны строиться дороги не через населенные пункты, а в обход данных населенных пунктов. Напомним, что сейчас также в активном темпе строится мост через Волгу, который станет частью федеральной трассы М12. Когда она завершится, в связке все четыре проекта помогут избавиться от пробок на въезде в Казань. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. Шоурум Высшей школы журналистики и медиакоммуникации посетил корреспондент Russia Today, медиаменеджер и автор телеграм-канала Придебайла Константин Придебайла. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. Константин Придебайла встретился со студентами и преподавателями Казанского федерального университета для того, чтобы поделиться опытом работы в зоне проведения специальной военной операции, рассказать о том, каким должен быть военный корреспондент и как жить в мире, где ложная информация борется с правдой. По словам журналиста, человек, побывавший в зоне проведения специальной военной операции, ощущается иначе. Сам Константин стал желать больше видеть людей. Огромный интерес вызывают ребята, которые там воюют, добровольцы, которые принимают решение идти защищать интересы своей страны, своего народа, своих взглядов, своего мировоззрения, своей истории. Вот люди, это самое, наверное, самое дорогое, что там есть. Как жители Донбасса, так и наши воины. Одним из самых волнующих, интересующих молодое поколение вопросом был, конечно, каким должен быть военный журналист. Константин, ни минуты не колеблясь, прояснил, что ключевые качества в человеке, желающем и планирующем работать там, где как минимум страшно и опасно, честность и здравый смысл. В погоне, я по себе знаю, за каким-то хорошим кадром, моментом, ты можешь просто забыться, где ты находишься. Там мины, там летят пули, снаряды. Даже если ты не на передовой, а тот же Донецк, обстреливают каждый день, не прекращают. Тебе нужно понимать, как обходиться с этим. В погоне за тем, чтобы оказаться первым, нужно держать в голове, что, а вот еще есть у них такие ходы и такие ходы. В общем, здравый смысл надо иметь, ну и быть честным перед собой, перед своей аудиторией. Но, что касается ложной информации, то Константин считает этот процесс потрясающим. Фейки бывают порой очень интересными и качественными, поэтому отделять так называемое добро от зла нужно уметь. Мы за год очень сильно повзрослели, как люди, как потребляющие информацию люди. Очень сильно повзрослели. Если первые дни это была паника, потому что и вражеские, так скажем, социальные сети это нагнетали, а со временем люди начали сами разбираться, начали отличать, где компьютерная игра, а где наши видео, а где не наши солдаты, а где старое. В общем, жить в мире вот этих фейк-ньюс очень весело. Мне нравится. Мне нравится. Думаю, что встреча прошла в рамках всероссийского просветительского медиапроекта «Родная гавань КФУ», а также цикла «Открытый диалог» координационного центра по противодействию идеологии терроризма и профилактике экстремизма Казанского федерального университета. Карина Саяхова, Универньюс. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась лекция «Популяризатор науки», автора ютуб-канала «Упоротый палеонтолог» Дмитрия Соболева. Подробнее смотрите в сюжете Адалины Абдарахмановой. Мой опыт показал, что можно воспитать, что называется, аудиторию, которая будет прямо требовать такого научного. И, в принципе, ценность, наверное, каждого твоего видоса будет выше, потому что сидишь, читаешь комментарии, читаешь, о, я такого никогда нигде не видел, о, а есть ссылки на источники. Во время встречи гость рассказал ребятам о своих проектах на ютуб-канале, а также поделился секретами воспитания умной молодежи через пизму интернета. Не обошлось без вопросов о мотивации и как избежать распространенных ошибок при создании блога. Сосерьезно, но относиться как к хобби, то есть вкладываться в уникальность своего контента, да, то есть смотреть, что потенциальные, так сказать, конкуренты делают, но говорить о другом. Всегда получается, что ответ на поверхности просто делает то, что никто не делает. Да, проблема в том, что, возможно, это не хайповые темы, на них первое время люди не пойдут. Тематика блога Дмитрия Соболева посвящена мезозойской эпохе. В своих роликах блогер раскрывает темы, касающиеся археологии, палеонтологии, ископаемых растений и животных. Популяризатор науки рассказывает простым языком о древнем мире и животных, развеивает мифы, а также проводит прямые эфиры, где отвечает на вопросы подписчиков, тем самым прививая новому поколению интерес к науке и тягу к знаниям. Аделина Амдрахманова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. О том, как искусственный интеллект и нейросети повлияют на жизни людей, расскажет Эмиль Мугинов. В последние годы технология генерации изображений при помощи искусственного интеллекта стала все более распространенной и доступной. Алгоритмы машинного обучения могут создавать картины, фотографии и даже видео, используя сотни тысяч образцов. Однако существует опасение, что такие технологии могут принести гораздо больше вреда, чем пользы. Один из наиболее распространенных страхов заключается в том, что развитие искусственного интеллекта может привести к тому, что роботы и компьютеры заменят людей на рабочих местах и вскоре нас захватят машины. Но делают это за счет того, что отнимают у нас какие-то нам, людям присущие творческие способности. То есть мы садимся в машину и едем на работу, например, да, это быстрее, проще, да, там, удобнее, чем бы мы шли ногами. Но получается, что это отнимает у нас наши ноги, да, как бы отнимает у нас нашу вот эту способность. Такие опасения понятны, но в большинстве случаев они неправомерны. Например, при создании красивых изображений для коммерческих целей дизайнеры могут использовать генеративные сети, чтобы получить быстрый и профессиональный результат, не тратя времени, но и ручное создание графики. Однако необходимо осознавать, что генерация изображений при помощи искусственного интеллекта может иметь и негативные последствия. Например, в определенных случаях такие изображения могут быть использованы для создания фальшивых фотографий и видео, которые могут нанести вред личности или даже обществу в целом. Наверное, это как-то сделать нашу жизнь проще, но получается, оно отнимает у нас наше творчество, да, наши мысли, наши чувства, наше воображение, да, там. Все то, что мы должны были включать, несложно себе представить, что если все человеческие мысли и чувства можно продублировать какой-то программой, да, то они и не нужны будут. Все это наводит на мысль о том, что развитие технологии генерации изображений при помощи искусственного интеллекта, как и любой другой технологии, должно происходить с самого начала с учетом потенциальных рисков и ограничений, чтобы минимизировать возможный вред. Технология генерации изображений при помощи искусственного интеллекта может быть опасна, когда она используется неправильно или ею злоупотребляют. Однако, если мы используем эту технологию с осторожностью и сознательно, то она может стать мощным инструментом для прогресса и развития. Эмиль Мугинов, Универ Ньюс. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова